Здравствуйте! Марина Романюк на ваших экранах программы «Неделя города» о главных темах прошедшей недели. Смотрите сегодня. Ядовитая атмосфера Турлатова. Его жители на встрече с природоохранным прокурором озвучили свои версии виновников выбросов. В погоне за арсеналом в Рязанской области задержали подпольного торговца оружием – пасхальный холодок. Какие сюрпризы готовит нам погода в ближайшую неделю? Турлатова – довольно большой населенный пункт прямо на выезде из Рязани, при упоминании которого ассоциативный ряд выстраивается у большинства весьма любопытный. Свалка, действия которой недавно приостановили, и ужасные запахи, на которые, кстати, люди жалуются уже больше 10 лет в разные инстанции, но пока безрезультатно. В пятницу состоялась очередная встреча жителей деревни с представителями власти и контролирующих ведомств. Жалобы на устойчивый смрад от жителей Турлатова в социальных сетях появляются регулярно. В цитатах новостных лент, региональных СМИ и в репортажах местных телеканалов. Но за последний год здесь стало только хуже. Вредные выбросы стали уже влиять и на здоровье людей. Тошнота, рвота, сильная головная боль, не говоря уже об аллергических реакциях. И таких сигналов от населения все больше. В последние три месяца у меня во время выбросов опух язык. Я не смогла сказать предложение. Мне пришлось пить таблетки от аллергии. В носу у меня искривлена перегородка из-за постоянных отеков. Носоглотка драла. Я встала, такое ощущение, что я заболела. В дом вонь заходит при закрытых окнах. Все свои хронические заболевания жители Турлатова тоже связывают с отравленным воздухом, причем напрямую. Сходите в школу, спросите, сколько детей, не посещаясь в школу и по каким причинам. Рвота по носу. Это все было с момента последнего выброса. Вам для того, чтобы промониторить ситуацию, как влияют эти выбросы на людей, вам надо в школе это мониторить. По детям видно сразу. А про запахи они постоянно. Нет здоровых детей. Аллергия, сердечники. Дыхалки у детей нет. У меня дочь в эту ночь, когда мы отравились, ей 17 лет. Она молодая девчонка, здоровая, хорошая девчонка. Она встала вот с таким опухшим лицом. У нее веки висели на глазах. Как вы считаете, есть угроза здоровью? Впрочем, официально источник этих самых выбросов все еще не определен. Откуда берутся эти запахи и ядовитый туман, ни в одном ведомстве сказать точно не могут. Поэтому люди выдвигают свои версии. У нас вот 20 лет работает технин Николь. А у них, оказывается, нет фильтров. Они готовят, все там делают, свою продукцию. Денежки зарабатывают. Но мы-то уже все легкие у нас, бронхи, все больные. А у нас в каждого ребенка к ней, у каждого аллергия. Каждый больные. Практически, ну, 80% у детей, наверное, астмы. Это точно. Потому что моя соседка, у ней двое детей, они вообще не могут дышать. Вот. Они уехали отсюда. Говорит, мы в полянах живем, нам там хорошо. Сюда приезжаем, мы задыхаемся. Когда выброс с технин Николь, выброс ощущается и во рту, и в глазах, как будто крошка, как будто песок. И на видеонаблюдении при инфракрасном лучах, ночное видеонаблюдение у меня стоит, видно выброс. Я могу, если хотите, прислать вам видео. Это как будто снег. Замеры воздуха выездные лаборатории делают. Но, по словам местных, не очень оперативно. Снимать данные приезжают совершенно не тогда, когда стоило бы. И когда идешь днем, стоит машинка вот здесь, на перекрестке. И они дышат прекрасно. Птички поют, солнышко светит, воздух свежий. Они набирают ароматы, свежие, весенние ароматы. Вы набираете в 5 утра ароматы, которыми дышим. Прям днем, в обед, возле моего дома. Стояла, замеряла, замеряла. Я еще подошел, ну как, все хорошо, все нормально, пока нет. Ну, чуть там, что-то какие-то превышения. Уехала в ночь. Как дали на всю ночь. Я говорю, аж чокались. Говорю, молодец, постоял, замерил в обед. После очередного выброса, как называют появление ядовитого запаха и тумана в Турлатово, люди звонили и вызывали лабораторию. Требовали сделать замер ночью. И говорят, лаборатория действительно приехала ночью. Правда, следующий, когда ветер уже все унес. Последний замер делался в ночное время. Лаборатория приезжала по требованию лаборатория. Правда, ранны. Выезжали в среду, в ночь. С 10 до 2 ночи. С 22 до 2 ночи четверга. На позавчера получается? Да. Да, да. Я люблю показать. Прершения не было. Чистым кислородом. Людям предложили снова написать заявление в природоохранную прокуратуру. Обращение под свой личный контроль взял новый природоохранный прокурор области. Прошу сейчас, день учителя, тогда остаться. В том числе запишу контакты. Потом предоставлю вам телефон для обратной связи с прокуратурой. Куда вы сможете позвонить, в том числе в ночное время. Кстати, не все турлатовцы в своих подозрениях сегодня готовы юридически идти до конца. Кто-то уже продает жилье в селе и уезжает. А у кого-то такой возможности нет. Вот они, самые стойкие, намерены отстаивать свое право дышать чистым. Новость федерального масштаба. В Рязани сотрудники полиции изъяли у жителей региона целый арсенал оружия и боеприпасов. Операцию провели совместно с региональным управлением ФСБ России. Это кадры оперативной съемки. Дело происходило еще зимой на Солочинском посту. Сотрудник ДПС останавливает автомобиль, задает какой-то вопрос. На секунду оператор опускает камеру и после машину уже окружают силовики. И сразу к пассажиру. Его подозревают в незаконном хранении оружия. Почему оказались в полиции? Потому что незаконно хранил у себя в деревне на даче огнестрельное оружие. А много оружия? 15 единиц. В подвале дома злоумышленника обнаружено свыше полутора тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. Это автомат Калашникова, карабин, два обреза винтовок Мосина, обрез мелкокалиберной винтовки, две мелкокалиберные винтовки, ружье, семь пистолетов, в том числе антикварные образцы. Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие пригодно для производства выстрелов. В настоящее время дознавателями отдела МВД России по Клепяковскому району возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов. Сейчас в отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с маршруткой практически в центре Рязани. Как сообщают в госавтоинспекции Рязанской области, столкновение автомобиля ВАЗ-2106 с автобусом «Пежо-Боксер» произошло примерно около 20 часов на площади Ленина. Водитель отечественной модели и два пассажира маршрутки получили травмы. 25-летний шофер «Жигулей» с закрытой черепно-мозговой травмой с сотрясением и закрытым переломом костей таза и левого колена госпитализирован в СМП. В маршрутке пострадали 40-летние и 78-летние пассажирки. Их с ушибами доставили в травмцентр. Очевидцем аварии стал один из сотрудников нашего телеканала. На этих кадрах вы видите, в каком состоянии увозят искореженную шестерку. Во всех, без исключения муниципальных образованиях, каждое памятное место должно быть в образцовом состоянии. Контроль за этой работой прошу обеспечить самый серьезный, заявил губернатор Павел Малков на заседании Оргкомитета Победа. К 9 мая все должно быть чисто покрашено, а зеленые зоны полностью благоустроены. Кроме того, в этом году отремонтируют и облагородят большое количество братских могил и захоронений. Общее количество проектов в области около 500. Подготовка к празднованию 78-й годовщины Великой Победы в Рязани уже идет полным ходом. Но понятно, что только лишь 9 мая список мероприятий не ограничен. Сохранение памяти погибших в годы Великой Отечественной – дело на весь год. Хозяйственная часть на места к празднику должна быть на уровне. Задачи всем известны. Это и приведение в порядок всех мемориалов, захоронений, других памятных мест во всех, без исключения муниципальных образованиях. То есть каждое памятное место должно быть в идеальном, в образцовом состоянии. В этом году никаких кардинальных изменений в графике празднований не предусмотрено. Основной план включает в себя 70 мероприятий регионального масштаба, а вместе с муниципальными акциями их более 500. В этом же году будет издан 13-й том книги памяти «Солдаты Победы 1941-1945 годы». В нем увековечат имена солдат из Шацкого района. В области облагородят 5 воинских захоронений. Особое отношение ко всем участникам Великой Отечественной войны. Самое пристальное, самое главное внимание должно быть уделено ветеранам, каждому участнику Великой Отечественной войны. Поддержка должна быть буквально во всем, начиная от решения каких-то бытовых вопросов, доставки продуктов, например, до вопросов юридической помощи. Каждый ветеран должен быть окружен заботой и вниманием. Памяти Великой Отечественной сегодня тесно перекликается с современной специальной военной операцией. Ряд проектов, так или иначе, в этом году будут связаны с героями СВО. На Богородском кладбище возведут аллею памяти, установят две скульптуры ангелов, облагородят территорию. Общественники уже начали благотворительный сбор. Павел Молков идею создания аллеи памяти поддержал. Единственное, что попросил – ускорить возможность отправки средств от благотворителей. Через специальный QR-код. Спонсором ежедневной информационной программы «Неделя города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». В сети не утихает спор вокруг ситуации в Рязанской школе номер 75. Там не формируют параллель десятых классов, и это вызвало у местных жителей определенный резонанс. Более чем 60 ученикам предложено на выбор три альтернативных школы, в которых, кстати, ребят готовы принять хоть целыми классами. Подробности далее. После девятого класса большая часть учеников школы номер 75 отправится, что называется, в свободное плавание. Часть из них поступит в среднеспециальные учебные заведения. А вот почти 60 человек изъявили желание продолжить обучение в десятом классе. Однако уже в другой школе. По заявлению руководства, десятые классы в 75-й школе на 23-й и 24-й года формироваться не будут. О ситуации рассказали родителям на собрании. Альтернативы были предложены достаточно широкие. Мы на собрание пригласили директоров близлежащих школ, которые рассказали о своих школах, рассказали о преимуществах обучения в десятых классах именно в этих школах. И как бы родителям и детям было предложено выбрать те школы, близлежащие Дашку и Песочник, которые могли бы принять детей. На выбор три школы. 63-я, 67-я и 72-я. Последняя, кстати, с углубленным изучением отдельных предметов. У каждого учебного заведения свои преимущества. Как по удаленности от дома, так и по необходимым дисциплинам. Для получения образования в десятом классе дети должны предоставить аттестат за девятый класс. Родители должны написать заявление о том, что они хотят. И определиться с направлением, которое может предоставить наша школа. Такой алгоритм действует не только в 72-й школе. То же самое нужно сделать при переходе как в 63-ю, так и в 67-ю. Елена Щепотина заявила, что даже если все ученики выберут 72-ю школу для продолжения обучения, отказывать никому не будут. Места есть. Если все 63 ребенка и их родители примут решение обучаться в школе 72, то мы всех примем. Если родители и дети примут решение обучаться в одном классе, то они будут обучаться в одном классе. Альтернативы есть, говорят руководители школ. Об этом заявили и на собрании. Сейчас, например, при нормативе 1100 человек в школе обучается 2700 учащихся. Из-за этого дети уже учатся в две смены. Поэтому на собрании обсудили строительство новой школы в ДПР-7 и 7А. Участок за объектом уже закреплен. В настоящее время ведутся проектные работы. Есть вариант концессии. 62 года назад первый в мире человек отправился в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Об этом наверняка пишут все российские СМИ. Но не все знают, что спустя 4 года, в 65-м, уже всемирно известный космонавт побывал в Рязани. Гагарин планировал, что приедет инкогнито. Однако его сразу узнали и даже сняли на кинопленку. Мы нашли человека, который бережно хранит уникальный раритет. Известный фотохудожник Сергей Новиков спустя больше полувека включил оригинал на кинопроекторе. Специально для нашей съемочной группы. Определенная влажность должна быть, по идее. И температура, потому что она хрупкая. И если это будет очень тепло и жарко, она будет ломаться при работе с ней. Сначала разгоняем мотор, чтобы обороты набрали определенные. Отпускаем сцепление и включаем свет. Окна закрыты непроницаемыми шторами. Тишину в комнате нарушает только жужжание кинопроектора. Эту уже изрядно постаревшую пленку хранитель раритета, известный в Рязани фотограф Сергей Новиков, обычно достает раз в год, 12 апреля. На ней знаковое для нашего города событие – приезд в Рязань Юрия Гагарина. В 65-м фотограф-любитель Николай Устюжанин снял космонавта по счастливой случайности. И теперь эта пленка – живая история. Как все кинолюбители, фотолюбители, куда идут делом? Кремы снимают, когда покупают фотоаппарат или кинокамеру, или видеокамеру. Это первая мысль. Надо попробовать, а где? Кремы. И буквально случайно, он говорит, я издалека вижу, какая-то толпа идет. Непривычная. Потому что обычно там, в Кремле, у нас тишина и покой был. Потому что там не было храмов, все было закрыто. И людей там особо сильно не было. И по выходным там люди еще гуляли, прогуливались. Он подошел поближе, узнал, видел, что это Гагарин. И все, что у него было в запасе, сколько там, наверное, 30 метров максимум, что у него было, все он отснял. Улыбчивый Юрий Гагарин с дочерью в окружении толпы идет под территорией Рязанского Кремля. Кто-то думает, что сказать такому знаменитому человеку. Кто-то просто смотрит, не веря своим глазам. Впрочем, понять, о чем говорят люди с легендарным космонавтом, невозможно. Из звуков только стрекот кинокамеры. Звуковые камеры были у американцев. Они могли писать на кинопленку, там была магнитная дорожка. И у американцев вот и были эти камеры. У нас не было такого. Кстати, даже сегодня мало кто знает об этом рязанском вояже легендарного космонавта. Хотя здесь, на улице Ломоносова, жил его брат Валентин. Именно к этому дому рязанцы каждый год несут цветы. Записи Гагарина около дома нет. Но это уже и не важно. Все равно любительская съемка Николая Устюжанина – настоящее киночудо. Приходил, кстати, сюда его сын. Он услышал, что пленка... Я показывал эту пленку людям, которые интересуются именем Гагарина. Мы с онлайн пообщались. Я говорю, если хочешь, найдешь место, куда ее отдать. Какой-то музей может кто-то заинтересует. Какой-то архив заинтересуется. Пожалуйста, я пленку отдам. И пусть она хранится где-то в более профессиональном месте, чем у меня здесь. У меня здесь все-таки условий хранения такого нет, как надо было. Ну, никто не заинтересовался. Сергей Новиков в прошлом ученик Устюжанина. Ему мастер доверил хранение пленки. И теперь она – важная часть архива. И, кстати, фотограф готов показывать ее всем желающим. Только вот переживает, что после его ухода на пенсию пленку могут выкинуть за ненадобностью. Впрочем, помимо кадров с Гагариным, у нашего хранителя истории есть и другие исторические хроники. Праздник труда советской Рязани, съемки зарницы и даже приезд выдающегося ученого и конструктора Владимира Уткина. Вот так вот, Полина, ручную, потратили история. Сегодня Сергей Новиков продолжает работать в муниципальном культурном центре. Он – главный хранитель памяти. Впрочем, это его хобби. Профессиональную же деятельность, фотографию, можно оценить прямо сейчас. В МКЦ открылась его персональная выставка «Отцы и дети» как главный посыл связи поколений. Полина Власова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Похолодание прямо перед Пасхой временное. Хотя попереживать за уже позеленевшие листочки и проклюнувшуюся рассаду дачникам и садоводам придется. Ночные заморозки, сильный шквалистый ветер. Что еще готовит погоду в ближайшие дни? Наш следующий сюжет об этом. Рязанцы с удовольствием грелись на апрельском солнце. С начала недели в городе было аномально тепло – плюс 17. Обычно такая погода радует нас в мае. А по сравнению с апрельским климатическими нормами температура на 5-7 градусов выше. Увы, к концу недели приятная аномалия закончилась. Уже ощутимо похолодало. По прогнозу вернутся ночные заморозки. Связано это с изменениями в верхних слоях атмосферы. Солнечную теплую погоду нам принес огромный антициклон, нависший над всей европейской территорией России и Уралом. Но сейчас его центр смещается на север. И в среднюю полосу хлынет ледяной воздух из Арктики. В выходные дни 15-16 апреля погоду на территории Рязанской области будет опять крепень мощного антициклона, который будет спускаться к нам с севера. Ожидается погода с переменной облачностью без осадков. Ночью 15 апреля сохранится усиление северо-восточного ветра порывами до 16 метров в секунду. 15 апреля температура воздуха в ночные часы понизится до минус 5-0 градусов, в дневные часы 6-11 градусов. 16 апреля температура воздуха в ночные часы ожидается до плюс 1-4 градусов, в дневные часы 10-15 градусов. Северо-восточная температура воздуха в эти дни окажется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В понедельник 17 апреля также ожидается погода без осадков, температура воздуха в ночные часы минус 3-2 градусов, дневная температура воздуха в пределах 11-16 градусов. В субботу и воскресенье по ночам возможны заморозки. Тем, кто собирается на ночное пасхальное богослужение или на крестный ход, стоит одеваться теплее. Однако оба выходных дня солнечно и сухо, так что погода на Пасху, несмотря на похолодание, будет вполне праздничной. Прогноз гидромедцентра на следующую неделю весьма оптимистичен. По-прежнему нет и намека на дожди, а воздух прогреется с каждым днем. В понедельник плюс 17, вторник плюс 19, в среду летние, плюс 20 градусов. Выставка продажи икра и рыба Камчатская вновь приехала в Рязань. Она работает рядом с центральным входом торгового центра «Премьер» до 16 апреля включительно. Любители морских деликатесов могут приобрести вкусную рыбную продукцию к праздничному столу. Осталось совсем немного до завершения Великого поста. Для многих пасхальный стол ассоциируется с крашенными яйцами, куличом и творожной пасхой. Но действительно, зачем себя ограничивать только ими? Для праздничного пасхального стола лучше выбрать рыбку пожирнее и побогаче. Прекрасно подойдет с красным мясом, например, чавыча. У нее и вид торжественный, и вкус благородный. Я купила чавычу. Всегда сюда прихожу. Мне очень нравится рыба. Мне нравится еще палтус, но я больше останавливаюсь на чавычу. Белорыбицу. Мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. Ну, конечно, брала. Брала еще чавычу. Тоже очень вкусная. Все вкусные рыбы. Если пост у вас прошел без икры, то встретить Пасху без нее, ну, никак нельзя. Во время празднования по традиции нужно ходить в гости к родителям, крестным, бабушкам, дедушкам. Собираясь в гости, обязательно придумайте к столу какие-либо блюда с икрой или просто дополните свою пасхальную корзину бутербродами с красной икрой. На выставке продажи икра и рыба Камчатская морского деликатеса по приемлемым ценам предостаточно. Хватит всем. Икру в баночках брать – это неизвестно что. Поэтому здесь хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Икры. А первый раз на выставке? Первый. Это меня попросили купить. Нормально. Хорошая. Любую ем. И в холодном копчении горячую покупаю. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу прямо из краев вулканов. Успеть купить праздничному столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. До 16 апреля включительно. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» ждет вас. На этом все новости к настоящему часу. Смотрите наши репортажи в социальных сетях и на сайте телекомпании. Там же вы найдете интервью с интересными людьми на актуальные темы. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин